Добрый день! Hello! Вам слышно меня? Да, отлично, все замечательно. Так, мы все записываем, выставляется в интернет. Вы не против? Абсолютно не против. Все, слушаю вас, пожалуйста, говорите. Вот, хотел вопрос... Ну, хорошо. Хорошо вопрос задам. Бог живой? Так написано в Святой Библии. Бог живой. Люди с ним могут общаться? Ну, а молитва, дан канал единственный, другого пока нету. А ответ? А ответ от живого Бога и живой ответ. О чем я говорю, люди понять не могут. Как вы слышите ответ? Если у меня молитва какая-то неотвеченна, я непрерывно буду взывать к Богу, пока не получу ответ. Ну, у меня примерно так же. Я 53 года как обратился, сознательно. И 53 года имею эту связь. Все ясно. Значит, могу о себе два слова сказать? Давайте. Ну, я пришел к Богу в 33 года, как Иисус Христос. В 91 году. У меня сейчас 56. Вот. Но я оказался в протестантской церкви. Тогда как раз было нашествие американских, корейских. Вот я оказался в корейской церкви. Работал там несколько лет проповедником. Вот. Потом как бы приехали... Ну, как это сказать? Америка... Ну, много было... Как это? Предложений. Вот так. Я как бы был один из первых, кто... Когда приезжали эти всякие иностранные проповедники. Вот я стал с ними общаться. И, короче, в искушение впал, что мне предлагали деньги с одним работать, со вторым работать, с третьим, с десятом. Вот. Потом бизнес пошел, и я от церкви отошел. Ну, не от церкви, а от сект отошел. Много всяких сект было. Вот. Ну, как бы что хотел, я спросил. А! Еще вопрос. Я сейчас хочу вернуться. Ну, вот. Православную. Я что-то это самое... Ходил. Я живу в Хабаровске, если что. В Хабаровске. Вы помните... Я смотрю ваши... Ваши видео, и слушаю вас внимательно. Наверное, половину пересмотрел. Вот. И вы говорили, что приезжал сюда, по-моему, Кирилл, и сказал, что разруха там. Что-то там. Он проехал, там он сказал. Да, да. Это было лет пять назад. А сейчас вообще нет людей. Если пять лет я ездил на Пасху, то толпа стояла вокруг церквей, ну, у нас, ну, штук пять, наверное, церквей, но храмов. И там прямо это столпище были. В прошлом году, вот в 14-м, вообще никого нет. То есть вообще все разрушено. Если когда Кирилл ездил, еще какое-то возрождение было, то сейчас все полная разруха. Другого ждать не приходилось. Потому что благовестие замазали, а все на одной обрядности. И абсолютно тоталитарный подход ерхиереев к пасте своей. Я им показываю, с чего надо начинать. У них все на выворот делается. Самое простое, маленькое. Вот эти плясовицы забежали в храм Христа Спасителя, пусть орает там. И что они делают? Мы были там в Москве, я напротив храма Христа Спасителя, мы стояли и молились. Я видел, видел. Их трогать нельзя было, поганцев. Даже пальцем задевать. Надо было закрыть храм, как оскверненный на три месяца. Я объясняю почему, согласно Святой Библии. И молиться, и чтобы патриарх был с народом. И чтобы слез было не меньше, чем в канале. И вся страна бы обратилась. Они делают все наоборот. Бог дает шанс за шансом. Они все губят. Молиться в обращении своем. И мы каждый день молимся. Господи, дай духовное рождение свыше патриарху, епископам и священникам и пасте. Они этот вопрос вообще не знают. А без этого все остальное не имеет смысла. Человеческие потуги – это попытка поправить наклонившийся ковчег, когда он завез его. Да, и он умер. А как поправить и не умереть? Я знаю как. Поэтому я работаю. Вы знаете, что у меня 38 книг написано. И мы проехали, начиная от Владивостока, порта Находки, и до Лиссабона. Прошли тур сюда. И везде, в каждом, везде я дарю книги. Мы знаем, с чего начинать. Просвещение народа. В 301-м госпитале вы для Владивостока были? Да, и меня спрашивают. Что-то какое-то эхо раздается. Если бы вы были патриархом, что бы вы сделали? Это у меня, я в разных университетах вел занятия. Три радиопрограммы вел. Ну и такие вопросы нередко задавали. У меня ответ очень простой. Самое первое, что нужно сделать сегодня же – прекратить строительство храмов, часовин, монастырей. Все, что требует денег. И рассчитаться со всеми, кто спонсировал. То есть освободиться. И деньги, которые останутся, все до единой копейки бросить на издание Новых Заветов. Вот сейчас патриарх как будто расслышал. Видимо, ему там передают. Я всем архиереям писал. И сейчас они издали, я не знаю, сколько сот тысяч Евангелий, четверо Евангелия. И мы от каждого воскресенья их раздаем. Мы только в окрестности своей раньше раздали. То есть пошли по домам, собирали людей. Но я смотрел все. Больше 30 тысяч Евангелий. Нас обвиняли, что мы имеем близкие отношения с гедеоновыми братьями, другими сектантами. Мы даем им. Я не просто так беру. Они приходят у меня, книги мои просят, и я в обмен как бы на ту стоимость им даю. Каждый экземпляр – это 750 евро. То есть 38 евро. А для русских сколько это стоит? Тоже 750? Для русских, вот в настоящий момент, 21 тысяча мы оставили на прежней цене. Это 38 или вот 3 книги? 38 томов. А, а 3 книги сколько стоят вот эти? Вот эти 3 книги 2700 без пересылки. Ага. Это полное толкование Нового Завета с откровением. У вас они еще есть? Есть еще. Они впервые вышли за 2000 лет. Ни западная, ни восточная церковь. В комплектом, чтобы с откровением вместе издавать этого не было. Еще, Игнатий, если вы помните, если вы были в Хабаровске, сейчас это Иннокентьевский собор, а тогда был планетарий. Вы там выступали? Не помните? Нет, не были. Не были. У меня желание отблагодарить. Я приехал, это было в 2013 году, в 2012 году, в госпиталь, 303-й военный госпиталь Хабаровска. 301-й. 301-й, да. И вот у них был воскресный день. Ни под каким видом не могли ничего сделать. Я пришел отблагодарить, у них библиотека есть. Ну, естественно, там ничего не работало. В городской вашей библиотеке там все мои книги есть. А, в городской? Не, я все-таки хочу ваши вот эти три книги. Я вам скину сюда все данные. Не, я найду все равно, закажу. Спасибо. Не, ну, чтобы вы знали там, если в случае чего там, прямо на ваш, под вашим скайпом. Ну, еще как бы такой не совсем скромный вопрос. Как вы относитесь, что Кирилл, вот я захожу на его, ну, не на его сайт, а на сайт РПЦ, и на всякий праздник он в разных одеждах, очень дорогих, все в золотых, бриллиантах, на каждое служение в разном цвете. Вот как вы... Ну, относительно бриллиантов я не знаю, это по уставу... Ну, хорошо, не в бриллиантах, а разного цвета одежда. Это по уставу положено. Это по уставу. Это нормально, да? Это нормально. Это Симеон Солунский, и Новая Скрижаль описывает подробно. Это никакого значения не имеет. Ну, раз положено, пусть будет так. Спасибо большое. Лишь бы они служили всем сердцем. А вот я закончу. Дальше что нужно сделать? Дальше. Вот если бы, говорят, вы были патриархом, открыть училище. В течение одного дня я открываю тысячи училищ. Я патриарх, со мной спорить уже не надо. А где вы взяли проповедников? А я уже заранее договорился. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов и отделенные баптисты. Я им предложил. Вы хотели бы преподавать среди православных? Все до одного подняли руки. Хотели. Но условие будет одно. Нигде не трогать догматики православия. Ни за, ни против. Просто как будто нет. Научить людей православных любить Бога Христа и любить Святую Библию. Ну и что, согласились? Я говорю, тысячи человек сразу нашлось. Сразу. Потому что самых лучших в стране избрали. Я заранее, я, конечно, не буду патриархом, но я патриарху как бы заброс делаю. Где брать? У нас сотрудников очень много. Мы были, где нас принимали. Вот я в доме мулы там проповедовал. В мечеть заходили, молились. Бог открывает все двери. Были в Турции, особенно памятные. 12 часов были на молитве. Десятки тысяч людей. Это абсолютно мусульманская страна. Это было вот в 2014 году. Вот еще года не прошло. И поэтому нас пугали Чечню, не ходить. И вам-то все равно, вроде бы, пропащий человек. А эти, кто куда за собой тащите? Неправда. И мы были там, как нас, как родных братьев встретили. Выступал там замминистра или министр. Так они оттуда даже вышли с этого доклада, чтобы нас принять. И у нас взяли книги. В Чечне были три раза. От Рамзана Кадырова я получил благодарность. Где мы были? В Дагестане было. Махачкала. По просьбе директору библиотеки. Что-то тут ахает у меня. Открыли. И мы там зашли, разулись и молились, и все записали. Бог всюду. Но Христос там, где о нем проповедуется. Вера отслышания. Тысячу лет на Руси вера. А Библию перевели только в 1876 году. Ну, что тут непонятно. Так что от народа спрятали Слово Божие. Но я знаю, я в церкви тружусь. Ни в какую секту я не пойду. Это не церковь. В церкви нет спасения. Они очень ограниченные сектанты. Какие бы они ни были, называя церковь Христа, церковь Спасителя, это назвать можно, но там нет этого. Нет рукоположения от апостольских времен. Значит, нет и этой благодати освящающей. Нету причастия. Нет истинного крещения. Они даже крестят, а опрокидывают человека. Это положение во гроб, а не в смерть. В смерть это прямо. Христос умер стоя. Они даже внешне неправильно крестят. Это я уж попутно говорю. И что дальше? Дальше я перечисляю, что нужно сделать и спрятаться, чтобы к вечеру церковная мафия не убила. Патриарх-то он боится своих. В первую очередь, самое страшное, это монашество. У меня есть своя наработка. Я работал несколько лет со всеми книгами Дмитрия Ростовского, со всеми монастырскими уставами древности, Пахомия, Венедикта, Василия Великого. И нашел, что монашество в том виде, в каком оно есть сегодня, оно принесло зло, не добро, а зло во сто крат больше, чем мусульмане. Еретики, коммунисты, и фашисты, и масоны вместе взятые. И когда начинают спрашивать, а почему? Потому что они высасывали из народа самое ценное, молодых, здоровых, и за монастырской стеной гробили. В одном монастыре Пахомия Великого 11 тысяч мужиков. А были места, где по 50 тысяч было, и ни одного не послали к таурягам. В пустыне. И встретились только уже с мечами под Царицыным. Это хорошо, говорит Андрей Кураев. За шесть столетий ни одного не могли найти Кирилла и Мефодия. И два миллиарда мусульман сегодня православными были бы. И они сегодня ничего не понимают. Ну и что? Для меня ничего нет. Я тем награда больше. Надо трудиться и работать, не покладая рук. Сейчас начинают купели строить. Они не крестить, не хотят попы, ничего нет. Я больше склоняюсь к мысли, что сейчас будет Майдан, там в России все, что предлагают принять ей. То священство будет выжжено дотла. Как еврейское, когда ушло оно в Вавилон. И оттуда вернулись уже с синагогой, с научением. Самое опасное, что есть сегодня, это противление Богу под именем Бога. Я знаю, как они на меня лютуют, как они ненавидят. Ну, я скажу, что есть и друзья. Они ходят, слепые, говорят, ослепляли других и сами ослепли. Народу нужен свет, дайте свет. Хороший псалом, или как с песнопением назвать, у баптистов поется. Когда Павло является в виде македонянина, и говорит, приди к нам, помоги нам, дайте свет, дайте свет. Македонский всюду слышен крик. То есть македонянин кричит. Вот начинает искать где-то еретиков. Ере всюду, где нет истинного учения. А где нет учения? Там, где нет церкви. Я вот спрашиваю священников, скажите, что самое ценное в православии? Самое-самое. Они не могут ответить. Вместе с архиереем у нас приехали в Потеряевку, мы деревню строим-то. И они нет. Нет, я говорю, самое ценное это вы. А с вами это соборы. Соборы вселенские правила. И толкование святых отцов. Все. Остальное у других лучше, намного, чем у нас. И мы должны взять доброе отовсюду. И тогда у вас сияет свет. Ну, еще тогда два вопроса. Игнатий, пожалуйста, расскажите. Вот я набираю, как креститься мне в православной церкви погружением. И везде выскакивает праздник этот, 19 января, крещение. А вот почему они в это время не крестят? Там же люди приходят и погружаются. А почему в это время они не крестят? Они же могли в это время крестить. Я отвечаю. Настоящим крещением. Я говорю, на самом деле так и было. Дело в том, что так и было. Но это южная страна, а здесь лед. И которые понимали это, они обращались. Не, Игнатий, сейчас же происходит. Тысячами люди идут, 19 погружаются в эту самую. Просто так, некрещенные там какие-то приходят. Почему они в это время не крестят погружение? Ну, во-первых, это санэпидемстанция запретит. Это в холодном... Нет, они же приходят, 19-го. Которые приходят, это не готово. По нескольких десятках этих в реках купели. Все крестятся тысячами. Почему в это время не крестят? Вот крещением православия. Я объясняю. Они не крестятся, купаются, закаливаются. Вот, да. Почему они в это время не крестят? Так в это время крестить-то надо не этих, которые пришли. Эти пришли люди не за этим. А кого они подготовили, катехизировали. А таких-то и нету. А в это время они подготавливают хотя бы в это время? Они могли подготовить. И они не подготавливают. Сами архиереи, священники и патриарх некрещённые. Их надо крестить сначала самих. А-а-а, всё ясно. Они мочёные все, да? И поэтому к нам приезжают, вот у нас нынче, 12-го июля будет, из Франции, из Германии, из других республик, к нам приезжают в деревню. И крестятся в озере. Священники, яромонахи, патриархиные, патриархиные. Приезжают, крестятся и уезжают, дальше служат. Ну вот я про это и говорю. У меня вот нет такого крещения. Вот у меня беда. Вы нам вопросы задали правильно, но это люди не подготовлены. А кто купается на это, они никакого отношения к крещению-то не имеют. Нет, но они же могли бы подготавливать, чтобы в это время как бы... Не смогли, эти люди не будут ходить. Вот они приходят крестить. Один из моментов. Это мне рассказывает архиерейка, с которым я пью и ем за столом. Он решил делать, расслышал, правильно, надо людей учить. И вот приходит крестить к нему, а храм огромный, храм. И он говорит, надо же Евангелие знать, надо считать. Ну они говорят, мы согласны. Ну вот у нас продаются они тут, купите Новый Завет. Но они пришли с ребенком. У них дома там лагушок с пивом. Друзья придут. Ему надо скорее домой. И он подошел и говорит, вот я купил. Ну он говорит, тогда приходите на занятия, у нас с пяти вечера будет занятие. Послушай, поп, так ты крестить-то будешь или нет? Ну я сказал, что буду, но сначала надо ходить. Вот у нас, допустим, подготовка 450-500 часов. Такого нигде нет. Ну это хотя бы неделю. Это два года где-то, да? Четыре года. Четыре года. Четыре года. Да, по экономам от трех до пяти лет подготовка идет. Но это тех, которые ничего не знали. А которые знают, он, допустим, все знает. Ему там несколько дней, ему только правильно наставить. И вот теперь, когда с этими людьми-то разговариваешь, как правильно крестить-то? А они не готовы. И он тогда говорит, ты, он не видит, что ты архиерей-то, и говорит, ты, поп, крестить-то будешь? Нет? Он отвечает, буду, но сначала ходить. Он как загнул, да пошел ты, мя! Под храмами. И архиерей мне говорит, тогда-то я понял, что мы делаем? Вот Дмитрий Смирнов говорит, 20 лет крестил, обернулся, никого нет. Сколько крестили за это время? 50 тысяч. 50 тысяч в одной епархии. Вот сейчас патриарх Алексей, этот, Кирилл и говорит об этом. Крестить, а где эти люди? Сколько абортов? Сколько разводов? Сегодня уже до 100% развод подкатывается кое-где. Вы, священники, какое участие принимаете? Вы отстранились от всего. Это сейчас он выступил, патриарх Кирилл. Я сегодня только его распространял по эфиру, его выступление. Но если бы он говорил это искренне, люди приняли бы. Но когда он держит взрослого ребенка, там я не знаю сколько, но года 4, и держит вот так, у него ноги торчат, и он голову мочит, и этот снимок помещен в интернете. Что он делает? Это развращение людей. Хотя его ближайший помощник, правая рука, этот Алфеев, митрополит Иларион. И он говорит, у нас во всех книгах, во всех учебниках, во всех требниках написано. Это не просто так, это норма наша, крестить только в полное погружение. Потому что если ты не в полное погружение, ты не умер для прежней жизни. Если ты не вышел, ты не воскрес для новой жизни. А сейчас он стоит, ему ладошкой, даже возливания воды нет. Это самый последний пункт возливания, трижды облить водой, когда он в клинике или в тюрьме. Здесь обливания нет никакого. Человек одевший, а одевший кого обливать? Это на Ивана Купала только бегают, обливают. Безумие. Так вот, извините, перебью. Так вот, я опять еще третий раз, простите за мою тупость, пытаюсь объяснить вам, почему они 19 февраля, когда крещение, вот у них праздник, они бы к этому подвели, это самое, ну, кто хочет креститься, там, обучение, там, это самое, и в это время бы крестили. Почему это они так не делают? Я повторяю, Евгений, что это и было. В Первой Апостольской Церкви был только один праздник, не 12, крещение. И к нему прорисовывали Рождество. Да, а сейчас какое-то купание непонятное. В этот день крестили, подготовленных, крестили. Они это все отвели, развели. А почему сейчас не делают? Специально? Потому что попы безбожники. Потому что Деяния Апостола, 20 глава, 29 стих. Павел говорит, из вас восстанут лютые волки, нещадящие стадо. И будут говорить превратно, чтобы увлечь за собою, за собою, не за Христом. Положение Ахова. Пираты захватили корабль. Но это корабль, я на нем буду работать. Все ясно. Ну тогда еще, ну, наверное, так. Современные соборы, вы их считаете, ну как, вот вы говорите, что, я много смотрел ваших видео, что соборы, как бы, они ставили церковь, и надо это слушать, надо этому, значит, следовать. А вот сейчас соборы что же происходят? Нет, это семь. Эти соборы, современным, надо следовать. Поясняю, это семь вселенских и девять поместных. Последние в 787 году, все. Больше нет. А остальные, которые поместные, решают. А теперешние, это не соборы. Нет, это соборы тоже. Ну, надо смотреть, сходятся ли с Библией. Они, бывает, говорят, потом отменяют и проще. Это все местного характера, местечковое. Как в Думе. А это вселенские, которые были, они для всех. Григорианам, Армянам, Католикам, Коптам, Сирийцам, которые идут от начала. Не, я говорю про московскую. Я про это говорю, что те всем вселенских для всех. А это московская, только для московской. А это только про московскую. Это свое, наш колхоз. Все ясно, спасибо. Еще вопрос, значит, поскольку я сектант, по вашему определению, вот, я пришел в церковь через Дни русских, через корейцев. Я изучал корейский язык, и приехали корейцы. Ну, корейцы, как вы думаете, могут быть православными? Из Южной Кореи. Это очень сомнительно. Там больше... Аумсенрикио, вот это больше православное. Не, 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 а, не, это Япония. Ну, Япония, это все у них, вся эта, шатия, братья, это одно у них. Нет, ну, как бы, Южная Корея считается, что она христианская страна. Там чуть ли не 90% христианин. Ну, вот, не православная, а сектанты, вот там эти. Как они? И поэтому, что ждать, когда разорвано единство со вселенской церковью? Я ничего не имею против сектантов. Там есть православные. Они не в церкви, и они это соглашаются. Я говорю, когда основана ваша организация, они начинают крутить, как змей в сухой траве. Шелестят и не говорят. Ну, не могло ли у тиранцев быть раньше лютера? Марксизм раньше Маркса не мог возникнуть. Все соглашаются. Ну, так, лютер в 1517-м. Баптизм в 1609-м году. Ну, а вы-то все, вот оно рядом здесь. А Христос говорит, я создам церковь, врата они одолеют. Когда одолел сатана церковь? Что надо новое строить? Ничего не отвечают. Ну, а вы верите как? Ну, как апостолы. Договорились? Давайте, распишитесь. Как апостолы. Вот, я тоже говорю. Теперь, второй век, назовите. Кто верил, как апостолы, как вы? Называйте. Они ни одного не могут назвать. А если называть, то только жития святых. Третий век, четвертый, до 20 века никого не могут назвать. А Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века. Ну, это лукавство просто. Я могу назвать, я насчитывал жития святых, каталоги составлял, симфонию. Вот, я могу показать в первом веке сколько было канонизированных. Его, допустим, Анфим не комедийский. Это его только память. А вместе с ним это 32 тысячи. Это сожгли которых. Игнатий, еще посоветуйте. В общем, я помогал, ну, лет 10 назад ставить, ну, секту. Называется Пресвитерианская церковь. Я вам посылал эту ссылку, она у вас не открылась. Вот, и она существует. И, как бы, пастор кореец, там, ну, наверное, 85 прихожан корейцы. Вот, и поэтому я вам задал вопрос, они, как бы, православные, не православные. Но они даже изменили свои праздники. Они сейчас празднуют по православным. Крещение, значит, 7 января переместили. Поместили это, вот, как бы, хотят приближаться к православию. И вот, можно ли в этом участвовать? Нет, это они, они не приближаются. Они имитируют, чтобы легче завлечь было. Ну, наверное. Это только все. Нет, они, если бы приближались, они бы избрали из себя самых хороших, пришли к архиереям и спросили бы рукоположение. Это первое. Дальше. Вот, не легко понять, что они бы не называли иконы идолами. И третье. Они бы не верили, что тысячелетие царства будет когда-то. Оно уже идет. Это три главных заблуждения, из которых ни один не может выйти. А что икона не идол, это доказать. 15 минут я любому докажу, и он просто обязан согласиться. Потому что я доказываю только на основании Святой Библии. Хорошо, еще вопрос. А где мне по-настоящему креститься? Ну, договорились об обиде храм. Если нигде. Можно с любым попом договориться, если ему заплатить. С любым попом. Ему расскажите о своей беде. Но они даже еще вам присоединение к церкви сделать. Молитва. От ереси возвращающегося. Вот что интересно. Сектанты когда приходят. Ну, я миссионер, 53 года, у меня сколько людей тут пришло, разных сект. И вот они, когда получают крещение, присоединение. Интересно, они все разные. Там баптисты, пенсиатники, там адвентисты. Но чувства у всех одинаковые. Я говорю, какое чувство? Вот будто бы я где-то далеко-далеко был и домой вернулся. Ну, да, конечно. Это возвращение домой. Вот Питер Гилквист, книжка так и называется. 2000 баптистов, когда пришло одновременно в Америке. Вы эту книгу не видели? Нет, не видел. Я вам покажу сейчас ее. Спасибо. Вот. Вы ее можете зарядить в интернете и найдете. Видно, нет? Видно, да, хорошо видно. Вот она. И там рассказывается, что православие вернулись? Вместе с фотографиями. Все здесь. Как они пришли? Они пошли единственно верным путем. Они молодые, студенты еще были. Ну, все делали как положено. У всех было чувство. Нет полноты. И тогда они сказали. Ну, не знаю, что церковь-то началась. Собрались там, которые самые такие ядреные. И говорят, давайте так. Разойдемся на год. И давайте. Вы занимаетесь литургией, вот прищищением, где в православии. Другие занимаетесь церковным преданием. Другие почитанием Божьей Матери. Другой там все. В самой лучшей библиотеке мира. И опустимся туда в первый век. А через год вернемся. И мы начнем тогда людям показывать, откуда все это взяли. И что интересно. Когда они закончили эти изыскания, они все в разных местах были. В разных библиотеках. А пришли все к одному. Мы не церковь. Это первое. Первое, что сказали. Ну, а далее стали показывать, откуда и что. Где вся полнота благодати. А это просто секта. Ну, почему? Ветвь, не приносящая плода, отсекается. Слово секта, это сечение где-то. И они сразу одновременно 20 тысяч пришли. Из них, кажется, 20 диаконов рукоположили. Теперь священники. Ну, и там храм у них. Теперь это в интернете можете найти. Вот его название. Запишите, как его. Ой, Питер. Питер. Ну, я потом посмотрю. Ладно, я потом вернусь. Может, увидите где, запишите. Вы в интернете найдете. Да, да, да. Я вернусь, посмотрю, найду. Это самый правильный подход. Спасибо, спасибо. Я никто этому не учил. Когда я в 23 года, я очень сильный поиск был. Я чувствовал избрание свое с малолетства, там, буквально с младенчеством. Ну, я все это смотрел. Я вас за вами. Да, все смотрел. Видео я ваше смотрю. Я начал искать, когда одно было. Если во все дни до скончания века, не было ни одного дня, где Христа не было. Но где узнаешь, когда их сегодня тысячи? Я решил опускаться медленно до того момента. И тогда опустился, сравнил с сегодняшними толкованиями, я понял, небо и земля. Сравнивать не ищем. Я шел опытным путем. Я это все видел. Да, если буддизм, мусульманство, значит, у меня один том написан 750 страниц. Это весь Коран, пасурам, аятам. Я разбираю в сравнении с Библией. Я планирую все ваши эти послушать, все же выложено. Единственный вопрос по книге Архипелаг Гулаг. Я ее дважды насчитывал. Не совсем правильно, не совсем христиан. Я объясню сейчас. Первый раз, когда я насчитывал ее, тогда печатания не было. Катушечные были. И вот по 375 метров это 11 катушек. Это примерно 67 часов, я могу сказать, потому что я насчитывал медленно вот так вот. И тогда я увидел, что речь его, как весенний ручеек, потекла в меня. Вот примерно так вот я насчитываю. Что там так, не так, это может говорить только специалист. Он не на свои данные опирался. Около 300 свидетелей только, которые были у него. Я сам был в этом Гулаге. Со мной разговаривали, или я с ними разговариваю, люди, которые родились в Гулаге, которые прошли им, это лучшие мои друзья, приговоренные к расстрелу, которым заменили на 35 лет, не на 25. Вот какие были. Притом люди бывшие коммунисты. И они подтверждают все до единого, на 100% правда. Все, что он написал, это так и было. Поэтому вы этим заняли. Я этим занялся. Я его распространил, и мне вот сюда его повесили. Но когда я второй раз уже пошел, то у меня был опыт. Опыт первый. Перешагнул порог тюрьмы и скажи, я пришел умереть. Все. Как говорится, сдохла собака. Они на мне уже не пашут. Со мной разговаривать уже они не будут, как с любым. Я вот разговаривал с кем. Даже Глеб Якунин, он 7 лет отбывал священник. Всем предлагали сотрудничество. Мне никогда не предлагали. Первый допрос, и я его начинаю обращать. У меня следователь обратился. Начальник тюрьмы вызывал. Умер по-христиански. Это вообще вещь неслыханная. С 8 до 10 открывается камера, и сотрудники с нескольких этажей собираются около нашей камеры и слушают. Каждый вечер я проповедовал 2 часа. Это Бог так сделал. Это невозможно. И когда говоришь, даже не слыхали, не видали такого. У меня один сидел, шестикратный чемпион, 6 раз в ходах было. И приходит оперативный работник, раздевается, китель вешает, камера садится со мной. Не слыхал, говорит, даже такого. Они как огня боятся заключенных. Но наша камера была особая. Назовали камерой академиков. Сидел преподаватель второй группы космонавтов. А в каком городе это было? Барнаул. А, в этом. Я в Барнаул. Где родились, там и сидели. Я много ездил. Где родился, там и пригодился, там и сидел. Понимаете, я не теоретик. И когда люди начинают о чем-то говорить, я говорю, а что ты сделал, чтобы этого не было? Мне говорят, да вы понимаете, против какой махины вы поднялись? Это патриархия. Ее не сдвинуть. Или КГБ. Я этого не понимаю. Это не я. Это Бог делает. А для Бога это мушкарань еще не значит. Вот говорят, вот заключенные там такие, они выходят еще хуже. Я 17 лет иду по камерам, 17 лет туберкулез собираю. И что требуется, достаю. Выступаю, оставляю записи. С работниками тюрьмы веду занятия ежемесячные. Собираются все сотрудники. И климат изменился. Люди, проезжающие через эту тюрьму, говорят, какая-то особая тюрьма. Я отношу к тому, что здесь монахини расстреляли, которые были в бывшем монастыре находятся. Это первое. Вот говорят, дети столько беспризорных, даже в гражданскую не было. Я говорю, а что ты сделал? По милости Божией, Бог позволил мне организовать детский трудовой лагерь. Детский. 42 года уже. 42 года. Тысячи детей без помощи государства. Это чего-то стоит? Да, конечно. Ну, начните в каждом селе. Это подвиг. Да, я говорю, в любом городе, в государстве я бы с президентом рядом сидел за это. А какие граждане? Да, да. У нас, которые идут, ну, заканчивают почти все с красными дипломами. В армии дедовщины нет. Разводов нет. Это лучшие граждане России выходят. Но это мизерное, это мизерное в сравнении с тем, что могло бы быть, если бы меня не гнобили, не давили. А то они все силы бросили в патриархию и ничего не могли сделать. Вот говорят, в церкви нельзя соблюдать каноны, везде торговлю. У нас этого ничего нет. Мы зарегистрировали общину. А, кстати, у вас епископ есть? Епископ у нас был Евтихий. Сейчас мы напрямую прямо относимся к русской православной зарубежной церкви Иларион, митрополит. Его на 5 лет оставляли. А он где живет? В Америке? В Америке живет или в России? Да, в Америке. Это русская православная церковь. Я там был. А вот вы предлагали крестить этих сектантов. Это практически возможно или невозможно? В смысле рукоположение священства. Никак. Это возможно? Невозможно. Пока они не отрекутся от своей ереси. Они должны признать, что они еретики. И это все, что есть, у них по порядку разобрать. Передается анафеме. По-другому никак. А еще вопрос. Как вы думаете, кто-то из них может это сделать или нет? Либо баптисты, либо кто-то из этих сектантов. Может к этому приблизиться? К чему? К рукоположению в православной церкви священства. Знаете что, я не могу утверждать это. Это дело Божье. Но надежда у меня последняя. Ну понял. Я верю в это, что Бог силен и сделает так, как мы делаем. Это возможно, но не возможно. В моем доме пришли люди, которые за них держались, сказалось. Вот представьте, евреи завозят баптистов. У нас еврей вот обратился. Полтора часа, наверное, пробыл и вышел православный. Сейчас православный батюшка. Это нельзя сделать. Это Бог делает. И не какой-то, а доверенный патриарх о поручении с его. А, кстати, как вы относитесь к полукровкам, которые говорят, что они русские и православные? Вы говорите об евреях? Полуевреи. Полуевреи. А для Бога нет. Сейчас же целое направление. Это никакого значения нет. Кимков, там целые эти самые столбища их. Ну, я о всех не могу сказать, но знаю, согласно апостола Павла. Во Христе нет ни Иудея, ни Елена. Я каждому говорю, ты хочешь быть благословенной? Ну, да. А что благословение, значит? Жена при тебе, ну, все остальное дальше. Никогда не проклинать детей Авраама. Никогда. Проклинающий их будет проклят. Я говорю об евреях. Ты можешь только... Евреи, евреи, еще полуевреи, которые... А то разницы нет. Мы просто говорим об евреях. Они свою людину сейчас... Это пускай, как они называются. А как благословлять, чтобы Бог им открылся, и они признали Мишахом, Мишахом, именно Христа. Согласен, согласен, поддерживаю. Да. И последнее, Ветхозаветнее, это платить десятину. Да. Десятина, это святое. Это святое. А свечки это... У нас свечи покупают воск, воск. Потом бабушки мьют чистый воск с пасеки. И батюшка ставит сколько надо. У нас не продается. Ну, провокационно несколько вопросов. Как вы считаете? Вот Невзоров их обзывает, что... Я сейчас поясню, Евгений, чтобы вы потом не оговаривали. И продаете там, тыры-пыры, аппараты ставите. Я в разных университетах вел занятия. Много лет. Только в последнем 18 лет. И вопросы там всякие. У меня сотрудники ФСБ, краевой администрации, кого нету. У меня не было ни одного вопроса, на который бы я не ответил. Поэтому слово провокационно для меня, оно не существует. Потому что не мне решать. Вы задали вопрос. Для вас он может быть не нужен. Но он может быть нужен для другого. Надо смотреть дальше. Ну, что Невзоров говорит, скажите, пожалуйста, теперь. Про то, что в церкви надо ставить аппарат кассовый и продавать свечки, как положено. Не надо. В церкви торговля запрещена. А свечки тогда за 5 копеек, наверное, надо. В церкви, когда складываются вместе, покупают воск на пасеке. Такие круги большие. Льют, и они пачки у нас лежат, чисто восковые. И батюшка ставит сколько надо. А, кстати, у вас продаются они или просто так? Не продаются. Хочешь, клади деньги, хочешь, не клади. Хочешь, клади, хочешь, не клади. Я понял, все понял. Это добровольно. И поэтому воск закупаем на пасеке, 100% воска. И после этого льют в домашних условиях, и они лежат пачкой. Ну, наверное, если бы православное так было, наверное, бы они больше денег получали. Если бы сколько положишь, столько и возьми свечку. Вы понимаете, десятина все гасит. Где десятина святая? Там ничего не надо. В православии же нет десятина почему-то. Ну, в смысле, не в православии, а в РПЦ. Почему-то не про десятину вообще ничего. У нас она десятина сразу введенная, и мы... У нас вообще деньги не имеют... Но это правильно, это правильно. Это же в Библии так написано. Ящик висит на стене, кто желает, положит. Написано на нужной церкви. Кто положил, мы знать не знаем. Но когда нужно идти к больным, специально у нас избранные люди, они вскрывают, покупают роженицам, там, многосемейным, куда деньги. И все это дается отчет. А, кстати, вот в своей секте у нас есть такая, это, конвертик кладешь, либо десятина, либо просто так деньги кладешь. А у вас как отличается от десятины, от пожертвования? Десятина, они подходят, отдают батюшке. А, и батюшка знает, что здесь. Батюшке губы отдают, в руку. Все, понял. А он уже распределяет на все. Спасибо, спасибо. У нас община небольшая. Я все понял. Поэтому, что нужно, ремонт делает, все, батюшка... Да это все ясно, это все есть. Он не нуждается, у него свое хозяйство и... Все ясно, все ясно. Это все на церкви. Так, соборы, кабины... Ну, вроде, как это. Но еще, можете вы меня благословить? Да. Если будет какие-то вопросы, вы их соберете. Может быть, ваши есть сотрудники, с кем вы были вместе еще там в секте, где, может, они пожелают что-то спросить. Вы можете их пригласить с собой? Все ясно. И с вами встретиться. Так, вот смотрите, если будете, вы знаете, на нашем канале... Ну, я знаю, там с трех до... Канал. У нас 2780 роликов наших. Это не два... Я там все регулярно смотрю. Вот я там беседую с баптистом. Один баптист из Америки, Шаповалов. Я смотрел это. Я смотрел. Вот о Бороде мы побеседовали два раза. Он говорит, вопрос снятый, я понял. Вы зачем бреетесь? Вы же православный, считай, уже. Бритву сбросьте, не надо это. Это искажение образа, данного Богом. Пророки, апостолы, Христос, образец. Игнатий, я специально для вас пробрился. Я был небритый. Ну, правда, недолго. Наоборот, если вы хотели, чтобы я вам доверил, вы бы... Я считаю, что это некрасиво. Я считаю, это вы считаете. А вы не считайте. Это повеление Божие. Когда земной Иерусалим, Давид не запустил пол бороды отрезанной, а мы идем в Невестный Иерусалим, все снято. Понял. Понимаете как? А вот такую бороду, как у вас, сколько надо растить? Лет 10, наверное? Ну, какая она у меня борода-то? Я не знаю, сколько. Нет, послушайте. Потому что она дальше сещется, она больше не может расти. Не, а за год как у вас вырастет, нет? Ну, я не знаю, как быстро вырастет. Если я через два месяца вот с такой... Ну, значит так. Я когда вернулся из заключения, у меня бороды-то не было. Я сидел дома, не ходил в храм, пока не отрастет борода. А меня священники навещали на дому. Мне сильно понравилась ваша беседа из Америки, где мужчина, водитель, драйвер. Сейчас еще, я сейчас поставил только что, еще один. Замечательный ролик вообще. Замечательный. Вот сейчас вот посмотрите, какие вопросы задают по Ветхому Завету. Удивительно просто. Ну, все, обещаю не бриться, раз вы мне сказали. Так, что сказали? Раз сказали, не буду бриться больше. Не надо, не надо. Зачем? Вы знаете, как ваше имя переводится, Евгений? Побед... Не, избранный. Избранный. Благородный. А, благородный. Это наука Евгеника, когда выводят лучшие животные. Евгеника называется. Ну, наверное, да. Видите, как? Вышли словари даже у баптистов. И они там про постола, Павла, говорит, и везде рисунки с бородами. Ни одного безбородого нет. Это не будет соответствовать действительности. И даже ветхий, говорит, видел ветхого днями. То есть я ветхий днями, это не бритый. И хорошо быть, братья вместе. Это как елей, стекающий на бороду. На бороду Ааронову. Игнатий, а сверху можно стричься? Можно. Бороду не брить, а сверху можно. Посмотрите как. Когда человек на бриту бреется, Златоуз говорит, Бог дал волосы. Они у меня вот отсутствуют просто. Ну, тут они есть. Ну, у меня тоже отсутствуют. И он говорит так, посмотрите, безобразие нашего черепа Бог покрыл волосами. То есть они бывают волосы. Посмотрите, какие волосы бывают. Ну, да, ну, да. Бывают квадратные, бывают красивые. Посмотрите, какой он прекрасный себя, еврей, выглядел. Все, ясно, спасибо. Ну, все, не буду больше бриться в следующий раз. Договорились. Ага, давай. Вы пойдете к священнику, вы ему все расскажите. Как было? А вот, а еще вопрос, как его выбрать? У нас можно же выбирать или к нескольким сходить и выбрать? Как вот это сделать? Вы сами посмотрите. Иоанн Златоуз говорит так, избирая наставника, не избери волка. Вот-вот я про это и говорю. Ну, вы уже сами помолитесь. Я сегодня буду уже молиться о вас, чтобы вам Бог дал хорошего наставника, чтобы, ну, и заходите к нам. А вы на нашем сайте бываете? Я каждый день смотрю. Нет, вы на Ютубе бываете, а на сайте? На сайте, честно говоря, пару раз смотрел. Самое ценное, самое ценное, что есть, это на сайте. Я отвечаю на 4124 вопроса, 55 папок. Вы там все найдете. Это я отвечал в университете, по радио, в Америке. Я по голосу Америки даже в Америке выступал. Вы найдете там ответ. Ответ всегда по четырем параметрам. Что говорит Святая Библия? Что говорят Святые Отцы? А это 300 томов. Что говорят Жития Святых? 12 томов. И что говорят правила канона? 719 правил. Я всегда учитываю 4 пункта и по ним отвечаю на вопрос. А почему нет ваше общение со Святым Духом? Не понял. Ваше общение со Святым Духом. В прямом вы вот так общаетесь и записывали. А без этого вообще ничего нет. А есть такие? Я все время говорю. Два пункта, которые необходимы человеку. Первое, родиться свыше. И второе, быть Вадимым Духом Божьим. Я понимаю, а слова от Бога у вас есть записанные вами лично? Ну вот вы когда зайдете на эти вопросы, и вы сами решите, что от Бога. Это 4124 ответа я даю, смотря на Бога. И ожидаю от Него ответа. Это не два вопроса. 4 тысячи. Извиняюсь. Там есть, то есть, ваши личные ответы там есть? Это мои ответы. Я, которые... Все, понял. Спасибо, спасибо. Они записаны были на магнитопон, а потом пришлось... Спасибо, спасибо. ...просили, я перевел их. Я книги-то набирал сам еще. Большая счастья. Понял, 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 понял. Вы найдете там ответ для себя. Да я вот хочу там это. Круглые сутки слушать. У меня такой план, включать ваши рейды, круглые сутки слушать, спать и слушать, есть и слушать. Вот у меня такой есть план. А вот вы если зайдете на сайт, на наш, там 50 книг. Ну, я знаю, вот я заходил, я вот хочу, просто руки не дали, ноги не дошли, руки не дошли. А еще у нас форум есть, форум. Ну, там ответы, я знаю, да. Там на форуме, я отвечаю, это 1580 тем, тем разных. Это огромный-огромный материал. А вот на нашем сайте вы найдете там 4 тома, я их не издал. Это мои стихи. По 800 страниц 4 тома. А как вы думаете, я, вот если я буду следовать вот всему этому, я всю Корею приведу в православие? Не знаю. А что смеетесь-то, над чем? Смеяться так не надо. Ну, извиняюсь. Нельзя. Написано, говорит, нечестивый в смехе обнажает зубы, а праведник едва тихо улыбнется. А это все возможно, мы не знаем. Может действительно вас Господь избравна. Спасибо, 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 возможно, спасибо. Да, потому что когда человек широко рот развивает, смеется, златоуз говорит, не боишься, что сатана вскочит в тебя. Написано, горе смеющимся ныне. Итак, плачьте и рыдайте. Я просто говорю, чтобы на будущее были повнимательнее. Ну, извиняюсь, извиняюсь. Ничего, ничего. Передо мной вы не согрешили. Я просто вам, раз мы оказались вместе, я хочу быть полезным для вас. Угу, угу. Ну, понял, спасибо большое. Буду, ну, короче, неделю послушаю, круглые сутки ваши эти самые, и потом перезвоню. Можно? Ладно, можно. Только сначала в скайпе спросите, здесь я и... Да, 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 звоните. Что бывает у меня в это время, идут разговоры. Ну, понял, хорошо, Американцы вы посмотрите. Сегодня... Я посмотрел, Американцы. Это один день. Я вас смотрю каждый день. Еще два ролика с ним, деды. Еще два ролика с ним. Вы извините, что с ним. Уже готовые. Я только что поставил сейчас. Два часа назад. А, с ним же с этим, с Александром. Да, с этим Александром. Ой, замечательно, все. И утром еще один я поставлю. Все, понял, спасибо большое. Ну, с Богом отвечайте. Да. Храни вас Бог. Храни вас. Будьте благословенны. До свидания. До свидания.